друзья привет мы поедем смотреть очень интересный экземпляр бмв сюрпризом это бмв е39 98 года на автомате заявлено вот все хорошо машинка классно ну как это обычно и бывает всегда все интересные истории начинается с того то что машина в идеале приезжай брат бери и кстати если вы хотите узнать все секреты перекупского ремесла где брать интересные варианты на продажу как правильно торговаться и многое другое подписывайтесь на закрытые стримы по ссылке в описании поехали посмотрим и по ходу событий поймем что за сюрприз нас там ждет да да он смотрите я подъехал немножко раньше вот я так понимаю вот она синяя до стоит вот как на фото у вас объявление давайте я пока посмотрю не против там по кузову покраски вы вообще так по времени как через ну давайте я сейчас пока кузов гляну а там наберу хорошо давайте у нас это же понимаю мерить 23 летний автомобиль толщиномером смысла нет понятно что он весь крашеный но хотя понять насколько здесь много шпаклевки украшено ужасно фактически крашеный ужасно кстати причем в один слой смотрите-ка понятно что облитый здесь 700 ну тут и шпаклевка потрескалась у нас 1700 ну да интересно что там ребят вам виднее наверное плохо видно но все облитый ужасно крыша тоже крыша тоже прям блин плохо облита по капот смотрите для шагрень крыша 800 это грустно и ну понятно 22 года машину вопросов нет в парке зато поменями паркин китай по-любому что это такое это капот открывать резина уставшая диски тормозные уставшие ну все по классике жанра ребята классика жанра дома диски блин все покоцанные все такие здесь вот даже точечка заводская смотрите-ка все нормально шпаклевка на двери аж треснула посмотрите но даже не пробивается по точной мере не ее красить много надо красить такие машины за вид любят эти что-то смотрите у нас слушайте хотите прикол я только сейчас это понял мне кажется какой-то сейчас будет интересный выпуск у нас эта машина продавалась как механика вот ее фотки это механика смотрите это реально механика она стояла в шестнадцатом году как механика а сейчас она продается как два литра автомат вы понимаете в чем прикол одно из двух первое или это не эта машина ну соответственно как бы вин понимать и другой машины машина другая то есть или он перебит или чуть не то сейчас мы будем это выяснять я жду владельца но это прикол то есть это две разные машины что здесь продумать по этому вину продавалась другая совершенно машина на механике да и машина явно другая смотрите панель какая руль руль здесь без кнопок панель совершенно другая давайте сейчас пойдем посмотрим какая здесь панель руль вообще машина здесь руль с кнопками панель под дерево здесь панель черное дерево здесь без коричневого дерева Вот он, господа ИБМВ Ждем владельца Через 10 минут должен подъехать Мне прям очень интересно, что там нас ожидает У меня, честно говоря, очень большие подозрения Что тачка кривая Причем я делаю сейчас расшифровку по ВИН Вот здесь бьется у нас, смотрите, коробка передач М Механика Вот ВИН номер этого автомобиля Это двухлитровая механика Но никак не двухлитровый автомат Капот откроешь? Да, я там открою Слушай, ну а расскажи, ты ее покупал вообще когда? Я покупал где-то уже больше года прошло Честно, блядь, ну не буду, не жалуюсь вообще На учет ставил ты ее? Да Ты ее сам поставил на учет? Да, я на себя, ну на друга своего оформили Вот тут подкрыльники, ну не сняли, нету подкрыльников А с ВИНом что у нее? Ничего Ну как, ничего, смотри, покрашили сверху Ну это когда вот это крыло меняли Слушай, ну здесь у тебя ремонтировалось, да? Ремонтировалось здесь, да? Да, такое Ну вот смотри, у тебя тут же не заводская вся эта штука, история А как тебе могли без проблем вот с таким ВИНом и с такой штукой поставить? Ну, КАИшники все посмотрели на его А ты знаешь, что по ВИНу вот этому у тебя бьется механика машина? Ну может быть Ну как может быть? Не знаю, точно не скажу я Ну я так сильно не заморачивался, да? Такие моменты А так вот по этому ВИНу я поехал в ГАИ Посмотрели там под бежок смотрели Блин, странно, что тебе поставили ее Не, ну это явно ремонтировалось и причем Не, вот эта сторона, вот это место Не, тебе без экспертизы бы тебе Не поставили бы ее на учет И по этому ВИНу продавалась машина другая Механика Ага То есть здесь, ну, как бы без вариантов То, что, этот, ее на учет я не знаю, как воткнули Или за бабки Не, 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 друг, я не буду Мы просто приехали в ГАИ А где ставили в области ГАИ Подольский? Подольский, да Подольский Ага Вообще без проблем За 2 часа сделали, уехали Потому что там явно стакан не родной Без экспертизы бы ее не поставили Вот на этом моменте Я подумал, что все очевидно Взяли автомобиль Зата Таллиной На механике 98-го года Вырезали оттуда стакан Нашли другую BMW Только уже на автомате Возможно, привезли ее из Литвы, Латвии Или откуда их там везут Или, может быть, нашли в соседнем дворе Просто вскрыли и уехали Варили стакан И благополучно продали этому парню Который пытался продать ее мне Вот такая версия у меня напрашивалась на этом этапе Но потом я был бы не я Если бы не начал копать дальше Мне стало интересно и любопытно Ну, так ли это Я нашел телефон человека Который продавал ее в 2016 году На механике Решил позвонить и попытать счастья Мало ли он будет на связи И даст какой-то комментарий И действительно так и оказалось Он был на связи И поведал такую историю Он сказал Да, действительно, я ее продавал Машина была, внимание, на механике В пустой комплектации И он рассказал, что Я ее купил для того, чтобы восстановить Она была бита сильно в морду И стакан у нее был действительно ремонтный То есть Правый стакан, где винномер Он говорит, он ремонтировался То есть это не варка, ничего такого Она вставала после этого на учет Но Он говорит, я ее сделал Прям в идеал В плане кузова Ее покрасили в дорогом малярном автосервисе И вывели вообще по кузову в идеал И так далее И так далее У меня тогда вообще пазлы опять Перестали складываться Я думаю, хорошо Если это этот кузов С ремонтным стаканом Но эта машина далеко покрашена была Не в идеал И так далее И так далее Я начал поднимать дальше Различные базы И увидел в одной из баз То, что эта машина Дальше в 2018 году Продавалась как донор То есть продавался кузов Полностью С обвешанными деталями То есть крылья, двери, багажник И так далее Но без начинки Салона и двигателя И коробки не было И тут я понял На этом моменте я все понял Скорее всего История повернулась так Купили кузов В 2018 году С вареным уже стаканом С ремонтным Не перебитым Не переделанным Просто ремонтным стаканом И туда Вместо механики Которая должна была быть По этому ВИН номеру По комплектации Поставили автомат Поставили двигатель С коробкой автомат И салон От полной комплектации Видимо была машина То ли была битая Другая машина То ли просто лежали Агрегаты и салон И туда воткнули И ее скорее всего Поэтому поставили на учет Только при этом всем У меня остается Один вопрос Но его я задам вам Пожалуйста Давайте порассуждаем В комментариях Как могло такое произойти Как ее поставили на учет Если там все-таки автомат Даже хорошо Ремонтный стакан Машины с ремонтным стаканом Ставят на учет То есть при проведении Экспертизы Если признают То что ну да Ремонтировалась Какой машина Не бывает ДТП Но как По ВИНу бьется механика Комплектация должна быть Одна С механической коробкой Передач А там автомат И ее в ГИБДД Ставят на учет Все окей Без проблем Ну это на рассмотрение Вам напишите Что вы об этом думаете В комментариях Потому что здесь Я уже не нашел ответа Кроме как Одного Что поставили за деньги Он конечно напрашивается Но не знаю Ладно друзья Вот такая была история Просмотра На этом все Всем пока